20 минут о добром и красивом что проявляет себя в любую погоду и при любых обстоятельствах это beauty time на 31 всем здравствуйте сегодня мы снимаем наш выпуск в имидж студии елены ивановой а значит и начинаем мы его с бьюти тенденций и бьюти идей этого сезона с наступлением тепла одежды на нас становится все меньше а значит все больше внимания берут на себя самые казалось бы незначительные детали нашего образа сегодня о тенденциях nail дизайна сезона весна-лета 2020 рассказывают мастера имидж студии елены ивановой яркие красные желтые зеленые синие но не только яркие но и пастельные оттенки более природные оттенки особенно если нет нарочитой формы длины геометрия цветы лепестки горох вернулась многоцветия в маникюр можно уже допустимо вновь покрасить ногти цветными лаками разными но все же чтобы была гармония была гармония не забываем про эстетику не забываем про чувство вкуса и стиля сочетание маникюра с педикюром мы обычно советуем придерживаться тональности если это дизайн то где-то элементы дизайна совмещать за всю мою деятельность в ногтевом сервисе да для меня дизайн это вообще ну как бы такое слово такое опасное скажем так я не привыкла и не смирилась с этой мыслью украшательства излишнего так вот да но при этом я допускаю мысль что есть возможность за счет дизайна маникюра да добавить что-то в свой образ если человек не очень любит ярко яркую одежду да он может при при своем скромном образе сделать какие-то добавить элементы на на ногтях да это вполне допустимо ушла оляпистость но при этом сочетание цветов как бы она все-таки присутствует что же касается декора на руках и ногах сезон открытой обуви стоит задуматься над совместимостью этих элементов образа да и вообще декор должен быть выполнен только со вкусом другого варианта не дано а еще яркий маникюр может выступать в качестве акцента дополняя своим цветом оттенок платья или босоножек ведь все мы прекрасно знаем как цвет влияет на настроение а настроение на успех быстрая еда не обязательно калорийная и вредная все зависит от продуктов из которых она приготовлена в нашей гастрономической рубрики мы готовим быстрые и простые блюда которые соответствуют при этом понятию правильное питание сегодня у нас стал легкий завтрак он же легкий перекус под названием смузи-болл и свое прочтение этого популярного блюда сегодня представляет катя пашнина архитектор дизайнер фотограф сторонница правильного питания и совладельца магазина правильных продуктов и так катя из чего сегодня будет мы будем делать смузи-болл из банана кокосового молока и вот такого вот порошка питание это порошок фруктов из плодов питание он очень полезен сейчас особенно когда гуляют вирусы суперфуды все очень нужны нам куда взялось это блюдо смузи-болл то есть смузи это коктейль да смузи-болл это какое-то прочтение это уже такое балийское блюдо которое подается в кокосовых чашечках с фруктами мы тоже добавим фрукты орехи красивый завтрак или красивый перекус которые кушают на бали а то есть оттуда все да индонезийское оттуда растут ноги да я думаю а болл это от слова балили от слова чаша от и ну болда чаша то что подается в чашке вот в этой вот в кокосовой половинке кокоса и так чистим банан еще режем добавляем кокосовое молоко кокосовое молоко это переработанная мякоть кокосового ореха так как добавляем порошок питание 2 чайные ложки нашей будет такой красивый цвет будет красота друзья мои я напомню что телефон можно брать на кухню только если он продезинфицирован потому что это тот еще и источник заразы я вот свой продезинфицировала поэтому снимаю и возвращаясь к порошку питания он какой-то вкус имеет или это чисто нет есть немножечко вкус фруктовый потому что сама питая но сама питая же тоже не особо да поэтому вот чисто для витаминизирования смузи для каких-то продуктов для такого красивого цвета хотя мы сейчас себя на мысли поймали что в принципе несколько капель свекольного сока если мы говорим о таком вот эффекте от свете то можно да или несколько ягод размороженной смородины так ну что мы выливаем какая должна консистенция получиться кефира кефир чека да так и не добавляем чья расскажи пожалуйста прочее чего это вообще мой самый любимый продукт это тоже полезные жиры и я каждое утро добавляю в молоко допустим в тоже кокосовое или миндальное фисташковое получается такое перемешиваю получается они набухают и те пудинги вот делают манго можно добавить пюре или ягоды какие-то и такой достаточно сытный насыщенный жирами полезными завтрак это зла да так добавим орешки и вот так мы выкладываем на красоты полосочек да не только вкусно и красота катя почему от ппшники до сторонники правильного питания они так называют голубику что в ней такого есть она самая вне минимум сахара то есть она у нее низкий гликемический индекс поэтому ее можно есть в принципе там в любое время дня практически и не бояться что у тебя поднимется инсулин буквально 5-7 минут занимает приготовление этого блюда это включая мытью миксера за собой и мытью и высушивание ягод какие еще могут быть варианты на тему смузи-боллы если вот не банановая основа то какая еще кокосовое молоко в принципе с любыми ягодами не обязательно банан орехи туда можно также раздробить это может быть хоть что но пока это такой легкий десерт он же легкий завтрак приятного аппетита экспериментируйте вы женщина с формами и вам хочется одеваться стильно и модно нравится себе и окружающим специально для вас имидж клуб светлана объявляет набор в проект модель x плюс подробности по телефону 263 57 37 для первых в труде и первых в игре для первых свиданий и первых признаний для первых по кудряшкам и первых по махва первые для первых центр косметологии мэрилин в нынешних условиях мы работаем с соблюдением всех мер предосторожности для вас мы рады представить по демократичным ценам лазерную и электроэпиляцию аппаратное и инъекционное омоложение удаление шрамов и тату выполнение и коррекцию татуажа звоните 268 0507 центр косметологии мэрлин ждем вас на улице свободы 32 приз курант на сайте вселенка точка ру это бьюти тайм прямо сейчас наша постоянная рубрика посвященная бьюти инновации о которых рассказывает блогер лена бронникова она много времени проводит салонах красоты а потому многие процедуры испытала на себе лично и готова этим поделиться я елена бронникова и я являюсь бьюти экспертом все свое детство и юность я провела в салонах красоты потому что это наш семейный бизнес фракционный лазер c2 незаменим для тех у кого есть неровности кожи для тех у кого есть трубцы постакне шрамы заломы а также у кого есть растяжки во время процедуры происходит термическое воздействие на кожу косметологи говорят выпаривание в течение недели старые клетки кожи отшелушиваются и кожа обновляется данная процедура является курсовой но с каждым последующим разом вы видите что ваш рубец разглаживается и через несколько сеансов вы обнаружите абсолютно ровную кожу у процедуры есть противопоказания об этом косметолог обязательно расскажет вам на консультации на этом все меня зовут елена бронникова естественность это хорошо но я за ухоженность это бьюти тайм программа о том что делает жизни красивой а внешность ухоженной продолжаем выпуск те кто регулярно делает маникюр и педикюр мечтают о хорошем мастере которому легко записаться в удобное время те же кто организует красивый бизнес обычно озадачены кадровым вопросом основательница студии лаки участница известного телевизионного реалити проекта теперь я в деле развивает свой бизнес со всех сторон решая эффективно все возникающие вопросы на определенном этапе мы пришли к тому что нам нужно повышать уровень мастерства наших мастеров и нам нужно где-то их обучать плюс нам нужны были новые кадры на рынке мы к сожалению не могли их получить либо получали их не с тем профессиональными знаниями которые нам нужны были поэтому мы создали школу такая да наверное социальная миссия которая для меня очень важна что мы даем новую профессию людям и их жизнь кардинально меняется я вокалист профессиональный моя квалификация оперный певец вот но я решила просто как может быть в хобби дополнить немножко свою так сказать музыкальную деятельность и заняться кардинально друг другим вообще делом до этого работала совсем другой сфере решила ее сменить работала в торговле решила полностью что-то поменять в своей жизни ну и думаю заняться любимым хобби что доставляет удовольствие всегда просто был интересен этот процесс его тонкости и я захотела просто понять для себя смогу ли я выполнять маникюр и потом когда узнала что собственно в любимой студии появилась школа решила попробовать себя лично для меня это очень интересная профессия которая дарит мне море положительных эмоций приятных где я вижу великолепный результат чем очень довольна чтобы не потерять полученные навыки необходимо сразу же начать применять их на практике а поскольку вакансий для начинающих мастеров на рынке немного это становится проблемой но в школе все же есть предложение для выпускников лучшие из них сразу после получения диплома могут начать работу в салоне в качестве стажера но чтобы стать лучшим надо сильно постараться очень часто после курсов обучения лучших мы оставляем у себя в команде стажируем их поддерживаем морально профессионально и конечно же у нас проходят также мастер-классы для повышения квалификации своих же мастеров девочки растут и дорастают до мастеров первой категории со стажеров и есть возможность дорасти до топ мастерства сначала я была стажером мастером стажером но теперь меня перевели в мастера вот но я стараюсь да все получается конечно может быть не всегда и не так идеально как хотелось бы но я стремлюсь очень нравится работать аппаратом потому что после завершения процедуры руки выглядят очень ухоженными мне это очень доставляет большое удовольствие кто-то выбирает эту профессию основной а у кого-то она так и остается в разделе хобби возможность выбора подходящих курсов в этом очень удобно от интенсива длиной в пять дней до вечерних и выходных занятий ну чтобы нам создать полноценного мастера я все-таки рекомендую пойти обучаться на мастера универсала кто владеет техникой и маникюра и педикюра наработанные навыки у него пойдут быстрее то есть вот этот прогресс он будет значительно быстрее самые популярные у нас курсы это курсы с нуля для меня это самые интересные курсы это самые интересные встречи это наблюдение и участие непосредственно в становлении человека мастером маникюра когда человек не умеет ничего а тебе нужно за какой-то промежуток времени обучить его новому можно так даже сказать ремеслу творчеству определенному и еще донести еще донести ту информацию которую ты владеешь в том количестве чтобы его не перегрузить и в то же время влюбить его в эту профессию я очень люблю этот курс преподавать и мы делаем большой акцент вот как раз на обучении с нуля конечно было такое в процессе работы возникало много тонкости много вопросов естественно она всегда помогала конечно сложно нужно учитывать много нюансов опять же стараться чтобы у тебя получался очень хороший маникюр очень много в процессе обучения я узнала тонкости различных поэтому осталась очень довольна благодарна своим педагогам за безусловную веру в своих учеников если вы каждый раз сидя на маникюре не листаете ленту в телефоне или смотрите сериал а внимательно и с наслаждением наблюдаете за процессом то вам совершенно точно стоит попробовать себя в этой профессии ведь она настолько многогранна что сочетает в себе и художественную сторону и медицинскую и техническую и даже психологическую школа маникюра и педикюра лаки учим грамотно и с душой лучших выпускников трудоустраиваем онлайн запись учеников и моделей на сайте lakyschool.ru телемедицина в Челябинске эту инновацию в числе первых у нас внедрили в клинике источник теперь пациенты имеют возможность получать консультации врачей разных специальностей дистанционно телемедицинская консультация будет эффективна в том случае если пациент уже был у врача и теперь обращается с целью интерпретации анализов назначенной в динамике или уточнение диагноза или коррекции назначенного лечения на сайте клиники источник и на ее страницах в соцсетях есть видеоролик с пошаговой инструкцией как зарегистрироваться и записаться на прием нужно зайти на сайт клиники источник найти вход в личный кабинет авторизироваться через портал госуслуг и оказавшись в личном кабинете выбрать нужного вам специалиста дату, время консультации и оплатить услугу на этом процедура оформления телемедицинской консультации закончена первичному пациенту на онлайн приеме специалист дистанционно сможет составить план обследования и дать рекомендацию к врачу какой специальности лучше записаться на прием пациенту, который ранее не был у врача к которому обращается на онлайн консультацию нужно понимать, что в рамках такой консультации невозможно выставить диагноз назначить лечение и дистанционно врач может порекомендовать специалиста, к которому необходимо обратиться скорректировать или назначить план обследования или провести беседу о профилактических мероприятиях при том или другом заболевании расписание телемедицинских консультаций открыто у врачей разных специализаций в том числе и узких эндокринолога, ревматолога, невролога, кардиолога, гастроэнтеролога, гинеколога и других это особенно важно для людей, имеющих хронические заболевания ювелирный бутик «Частная коллекция» представляет уникальные работы ювелирного дома Моисейкин шедевры которого украшают коллекции президентов, монархов, премьер-министров, звезд кино и сцены эксклюзивный представитель дома Моисейкин в Челябинске ювелирный бутик «Частная коллекция» в настоящий момент работаем в режиме онлайн телефон плюс семь девятьсот двадцать два семьсот пять восемьдесят восемьдесят пять еще больше сюжетов о красивой жизни на нашем ютуб канале обратная связь в инстаграм и контакте заходите, подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайки и будьте в курсе а на этом выпуск завершен, до встречи Наши стильные партнеры имидж-студия Елены Ивановой ателье «Модный дом. Я» МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Субтитры сделал DimaTorzok